Всем привет! Это 10-й урок по черепашки на языке Луа. Сегодня я расскажу, как сделать биологический датчик случайных чисел и вообще зачем он нужен в двух словах. И мы сделаем игру для двух игроков в реальном времени. Напоминаю, как узнать в предыдущем уроке. Мы это рассматривали. Напоминаем, как прочитать код нажатой клавиши. Не код, а код D. Числовой код. Напоминаю, что у клавиши пробел этот код равен 32. Ну и тут тоже напоминаю, как узнать угол поворота первой черепашки. Если вам нужно узнать угол поворота второй черепашки, то единицу заменяем на двойку. Итак, вот наше задание. Вращаем черепашку и останавливаем по команде. Это напоминает раскручивание юлы. Вот у меня есть программа. Давайте запустим, и я объясню, как она работает. Видно, что у нас черепашка вращается. Нажимаем пробел, она остановилась, и надпись появилась. Черепашка остановилась. Кстати, давайте-ка заменим на команду текст. Дальше мы пишем в команде текст черепашки. Угол, на который повернуть эту надпись. Ноль. Не надо нам поворачивать, пусть у нас. И в прошлый раз я, по-моему, немножко... Не по-моему, а точно неправильно. У нас есть урок про команду текст. Координаты не... Эти координаты указываются относительно текущей черепашки. Например, если мы укажем здесь x, y, ноль, ноль, то текст будет написан, начиная с остановившейся черепашки. Вот видите, где у нас черепашка находится, там этот текст и написан. Если мы здесь укажем, например, минус 20, то текст сдвинется влево на 20 символов. На 20 пикселей точнее. Вы видите, что он сдвинулся. Ладно, оставим пока этот текст. Так, и что нам нужно сделать? Ага, ну я запускаю и объясняю, как работает эта программа. Так. В переменную под названием пробел мы заносим 32. Число 32 – это и есть код пробела, код клавиши пробела, чтобы нам все время написать 32, а чтобы нашу программу легко было прочитать и понять. Потому что коды, ну, мало кто может запомнить. Создаем переменную, объявляем переменную key. В нее мы будем заносить, вот в этой строчке, мы будем считывать, какая клавиша сейчас нажата, ее код, и будем этот код заносить в key. Когда у нас переменная создана, в ней ничего нет. В ней nil. И поэтому этот цикл будет работать бесконечно. Он ничего нет, в кавычках я так говорю, сравнивает с пробелом. Это означает не равно. Пока содержимое переменной key не равно содержимому пробела, а содержимое пробела 32, у нас будет повторяться команды внутри этого цикла. Эта команда понятна. Черепашка поворачивается направо на 1 градус. А эта команда чтения кода клавиши с клавиатуры. Но стоит нам сейчас нажать пробел, вот я нажал, черепаха остановилась. Значит, во время выполнения этой команды, вот эта вот функция черепашки char вернула 32, в переменную key было присвоено 32, и при следующей итерации этого цикла, здесь 32 уже было равно 32, которые находились в этой переменной. Поэтому цикл завершился, перешел сюда и выполнилась. Сначала команда черепашка остановилась нарисовать, и потом команда wait, которая и сейчас выполняется, которая нам показывает это окошко. Останавливаем. Так, как из юлы сделать игральный кубик? Ну, что за игральный кубик? Смотрите, юлу вы можете сделать самостоятельно. Например, вырезаете из картона кружочек, прокалываете его зубочисткой, ведь получилась такая юла. Здесь можно нанести какие-то числа, 1, 2, там, сколько угодно, до 100, например. Вот, раскручиваете этот волчок на столе, и когда волчок заканчивает вращение, он одним из краешков своих останется лежать на столе. Это и есть выпавшее число, которое находится ближе к этому краешку. Что мы можем сделать с нашей юлой? Точнее, как из нашей черепашки можно сделать юлу? У нашей черепашки есть угол. Мы можем этот угол узнать, на какой угол она повернулась. Это и будет случайным числом нашим. От 0 до 359 возможен угол нашей черепашки. Так, давайте. Это значит прибавить, склеить две строчки, и я вспоминаю, как же нам узнать угол. RTL, черепашка номер 1, точка, angle. Все должно работать. Угол 226. Все отлично работает. Так, хорошо. Идем дальше. Датчик случайных чисел. Вначале я сказал, что такое биологический датчик случайных чисел. Это как раз тот датчик случайных чисел, который мы сейчас сделали. Представьте, у вас целый класс, в котором сидит 30 человек. У каждого есть компьютер, и запущена наша черепашка. По команде они запускают, раскручивают нашу черепашку, им говорят, через некоторое время нажмите пробел. Через некоторое время, окажут для себя это время отдельно, придумывают плюсы у всех реакции, разные. Может быть, кто-то услышал эту команду чуть-чуть позже. Компьютер, скорость компьютеров разная, скорость вращения черепашек получается разная. И в результате у всех 30 человек получится случайные числа. Это, конечно, я так приближенно говорю, но тем не менее, примерно так работают биологические датчики случайных чисел. Когда вам нужно действительно случайные числа получить, которые невозможно предугадать. Я уже, по-моему, обращался к этой теме насчет того, как жулики используют случайные числа, псевдослучайные числа. Ну, посмотрите, у меня есть видеоурок про случайные числа, про функции языка Луа. Так, что добавить в нашу программу, чтобы черепаха не просто крутилась, а рисовала окружность? Ну, наверное, это просто. Нужно после видового поворота добавить команду Move, чтобы черепашка делала хотя бы один шаг вперед. Смотрим, да, черепашка у нас теперь вертится. Нажимаем пробел. Видите, как относительно черепашки, относительно ее координат, выводится текст. Если мы сделаем 0,0, напоминаю, что это угол поворота. Например, смотрите, если мы сейчас здесь сделаем 90, запустим черепашку, да, то у нас надпись будет рисоваться вверх. Здесь углы поворота отличаются от углов поворота черепашки. Лево и право перепутаны. Так, ну, давайте смотреть дальше. Что нужно добавить, чтобы после остановки черепашка очертила финишную прямую? Ну, вот как, например, здесь на иллюстрации. Давайте сделаем так. А ширина... Ширина это финишной прямой, например, 100 пикселей. Тогда мы что делаем? Поворачиваем черепашку на 90 градусов, прыгаем, не рисуя, на половину длины этой финишной прямой, а теперь прыгаем задом наперед. Не прыгаем, точнее, рисуем задом наперед, двигаемся. Минус 100, чтобы черепашка попятилась назад. А есть вообще-то у нас команда пятиться назад, back. Тогда никаких отрицательных нам чисел не нужно. Пятиться назад, 100, и еще раз делаем jump 50, чтобы она вернулась на свою окружность. И поворачиваем черепашку назад, чтобы она смотрела мордочкой туда, куда ее смотрела до движения. Давайте запускаем. Все отлично. Все получилось. Давайте. Не будем задерживаться. Пойдем дальше. Так, ну это уже следующая программа. Поставьте двух черепах-бегунов на поле. Ну, я представляю это вот так. Вот у нас есть поле квадратненькое. Одна черепашка здесь бегун, другая черепашка здесь. Мы им говорим, наставь внимание марш, и черепашки начинают бежать вправо. Параллельно. Так, ну давайте. У меня уже есть заготовочка. Подготовленная. Видно, что вот черепашки бегут вперед. И не останавливаются. Да, и бегут с одинаковой скоростью. Видно, что они одинаковые. Объясняю программу. Вы помните, наверное, я уже много раз говорил, что когда мы подключаем черепашку в нашу программу, одна черепашка уже появляется. Она у нас появляется в начале поля черепашки. Вот где-то вот здесь. По координатам 0,0. Поэтому мы эту черепашку переносим на координату минус 220, минус 50. Это вот эта координата примерно минус 220, минус 50. А вторую черепашку мы создаем с помощью команды Turtle. Поставим еще одну черепашку. Ну, у нее номер 2. И для нее, так как поставлена черепашка только что, она активная, она слушает команды. Первая черепашка не слушает. Вот мы ее уже скомандовали. Второй черепашке командуем перейти отсюда. Новая черепашка создается в центре. Не перейти, телепортироваться по координатам минус 220, 50. Ну, хорошо, с этим разобрались. Это мы расставили две черепашки. Так. Давайте сразу вторую черепашку сделаю красным цветом. Помните как? P, N, C, L, цвет, так, и цвет красный будет вот такой. Кто не знает, как делать цвета, смотрите первые уроки про черепашки. Давайте запустим и проверим. Да, отлично. Вторая черепашка стала красной. Мы можем, кстати, для первой черепашки сделать толщину. Пусть первая будет черная, но толстенькая. size 2, а вторая будет красная, но тоненькая. Ну, вот, отлично. Теперь у нас черепашки отличаются, но бегут они одинаково. Так. Как можно увеличить скорость одной из черепах при нажатом пробеле? Вспоминаем предыдущим, предыдущим нашим. Кстати, смотрите, цикл у нас бесконечный. Пока истина. Так что он никогда не закончится. Если мы хотим, чтобы цикл закончился, нужно поставить вот здесь команду. Не обязательно здесь. Тем не менее, вот этот цикл один раз начнет выполняться, дойдет до команды break и сразу закончит свою работу и начнет выполняться с этой строки. Давайте проверим. Да. Поле не открылось, черепашь, мы его не видим, потому что у нас в конце нашей программы не стоит команда wait. Не закрывать поле, чтобы мы успели увидеть. Да, вот теперь видно. Почему мы не видим черепашек? Да потому что они успели только по одному шагу сходить. Хотя вот здесь вот я вижу уже точку, первая черепашка успела своим толстым пером нарисовать одну точку, а красную мы почти не видим. Так, убираем эту вредную команду. Пока вредную. Что нужно сделать? Нужно управлять первой черепашкой. Если нажата клавиша пробел. Давайте я без переменных напишу или давайте ладим с переменной. local key узнаем, какая клавиша была нажата на клавиатуре. Ее код. После того, как выполняется эта строчка кода, в key у нас находится либо ничего в языке луа это nil вот так пишется. nil и ставим здесь условие. if k равно-равно 32 пробелу тогда что сделаем? Тогда мы увеличим скорость одной из черепах. Смотрите, нам нужно сейчас увеличить скорость первой черепашки. А у нас вот эта команда выбрала вторую черепашку, так что первая нас не слышит. Поэтому мы повторяем вот эти вот строчки. Выбираем первую черепашку и делаем шаг вперед. Давайте, чтобы было видно хорошо. Пусть она делает 10 шагов вперед по нажатому пробелу. Запустил. Нажал. Давайте еще раз. Черепашка вырвалась вперед. И улетела. Отлично. Вроде бы уже похоже на нашу игру, которую нужно сделать для двух игроков. Но к сожалению, наша черепашка на языке луа может узнать только одну нажатую клавишу. Это будет нечестно. Если два человека будут играть на клавиатуре, каждый будет нажимать свою клавишу, наша черепашка не сможет узнать, какая для первого игрока и для второго игрока какие нажатые. Она будет случайно узнавать какую-то последнюю нажатую клавишу. Поэтому двигаться будет одна из черепашек. Но так нечестно сделано. В настоящих играх умный опрос клавиатуры есть, где опрашивается одновременно несколько нажатых клавиш. Но зато наша черепашка умеет узнавать нажатие состояния нажатых кнопок на нашей мышке. Мы на предыдущем уроке смотрели. Это вот еще раз напоминаю. Как узнать, что нажата левая кнопка? Нужно вызвать функцию CLCK и в кавычках текст LD это значит левая кнопка DOWN. А если нужно узнать правая кнопка мыши нажата, мы должны писать RD естественно маленькими буквами. Делает что-то, но здесь мы будем не что-то делать, мы будем ускорять наших черепашек. Так. Ну и вот мы подходим к созданию нашей игры. Первой кнопкой значит левой кнопкой ускоряется первая черепашка, правой кнопкой ускоряется вторая черепашка. Все ясно. У нас уже здесь что-то есть. Убираем опрос клавиатуры и ставим опрос мышки. Помните? Левой кнопкой LD мы первую черепашку выбираем. Давайте сразу для второй черепашки сделаем. Для второй черепашки сделаем. Не забудьте выбрать здесь вторую черепашку и не забудьте здесь букву R правая кнопка. Мне кажется все должно уже работать. Я запустил. Левой кнопкой щелкаю, правой кнопкой щелкаю. Начинаю двумя щелкать. Так, давайте запущу еще заново. Чтобы увидеть что одновременно начинаю двумя кнопками щелкать. Да, видно. Прекрасно. В эту игру может играть два человека. Добавьте сообщение о победе. Победил первый или второй. Давайте. Как добавить сообщение? На экране нужно вывести сообщение. Вот давайте воспользуемся тем, что я в предыдущем примере уже сделал. самый простой способ. Помните как узнать координаты черепашки? Правая координата на нашем экране. Сейчас мусор на экране будет. потому что черепашка первая едет или вторая и рисуется боком наш текст. Черепашка остановилась. Но это не важно. Я напоминаю, что правая граница экрана черепашек, поля черепашек имеет координаты 225. Поэтому мы должны узнать координаты черепашки. Выбираем первую черепашку. Узнаем ее координаты x y присвоить по sn скобка скобка пустая. Нельзя здесь ничего писать. Если вы что-то здесь напишите, то черепашку текущую первую репортируют на эти координаты. А нам нужно просто узнать. А теперь мы пишем условия. Точно так же как мы здесь писали. if здесь мы сделаем вывод текста, что победила первая черепашка. первая победила. Никаких нам углов здесь не надо 90. Никаких вот этих углов нам не надо. Нужно просто первая победила. Помните это угол поворота. Здесь относительно черепашки. Где рисовать? Если черепашка вышла за край экрана, то эта надпись ну ладно я пока мы это лучше сами посмотрим. Здесь условия нужно заменить. Если координата х черепашки больше или равна 225 тогда победить ой тогда написать что эта черепашка победила. И завершить игру. Чтобы вторая черепашка уже не смогла считерить и второй игрок не мог догнать и нарисовать вторую надпись. что нужно сделать пишем break break это команда завершит работу вот этого цикла всего нашего вот этого цикла while и перейдет вот сюда здесь у нас будет команда здесь у нас будет команда wait чтобы мы успели рассмотреть то что на экране давайте так сейчас у меня сделано только для первой черепашки так что второй бесполезно бежать вот первая бежим 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 так все остановилось а надпись я не вижу почему надпись не вижу потому что надпись начинает писать выводиться вот с этого момента и выводиться сюда направо она у нас довольно длинная ее не видно поэтому чтобы ее было видно это угол еще раз напоминаю а вот здесь координата х минус значит координаты первой отступить от координаты первой черепашки влево минус 100 допустим сделаем минус 100 по у давайте пусть будет 10 давайте сразу чтобы время не тратить я попытаюсь повторить все это для второй черепашки кстати чтобы ускорить движение ваших черепашек просто уменьшайте вот эту вот паузу совсем паузу удалять не надо потому что черепашка налого может не работать первая победила смотрите я не управлял двумя черепашками а они у нас сейчас мы этот вариант рассмотрим я про это не подумал давайте сделаем теперь для второй черепашки то же самое выбираем вторую черепашку вот мы ее выбрали все остальное то же самое теперь просто здесь вторая черепашка победила отпускаем сейчас посмотрим кто у нас победил а нет победит все равно первой да как сделать так чтобы у нас выводилось сообщение о том что произошла ничья давайте сделаем вот так мы до всяких условий узнаем координаты наших черепашек тогда мы сделаем x2 y2 для наших черепашек кстати так как это язык луа мы здесь можем отбросить координату y можем узнавать только координаты x функция по sn она возвращает и x и y но мы используем только x и никто нас за это ругать не будет итак у нас есть у первой черепашки x1 у второй черепашки x2 как же нам теперь сделать условие если x больше или равен 225 and x равен x2 это означает что обе черепашки дошли до до края экрана одновременно так победила дружба по-английски написал friendship это дружба это дружба так ну и давайте посмотрим не ошибся ли я в таком сложном условии так ага здесь нужно else написать победила какая-то черепашка победила ага не может быть else else у нас черепашки еще смотрите первое условие если x если первая черепашка уже за экраном и первая черепашка одинаковые координаты имеют победила дружба нет это не сработало условие дальше иначе если если x2 вторая черепашка уже за краем тогда победила вторая а иначе победила первая а тут мы уже не сравниваем координаты первой черепашки так не пойдет у нас получается мы только запустили нашу программу и сразу это условие неправильно выполнилось они еще никуда не успели побежать поэтому здесь мы должны добавить условия для нашей черепашки x это для первой черепашки так запускаем отлично отлично они бегут я по-моему щелкнул победила вторая что-то странное ничего не нажимаю ждем опять победила вторая так я тут не могу к сожалению увидеть давайте еще раз посмотрим давайте минус 200 сделаем чтобы я видел надпись победила дружба наверное печатается просто я не видел эту надпись так как она вот все отлично давайте мы ее пододвинем еще минус 260 например и запустим еще раз видите как иногда я ошибочно предполагал что победила френдшип отлично так а давайте теперь испытание первой поможем черепашке я ее ускоряю ускоряю первая победила отлично так давайте теперь второй черепашке поможем вторая победила ну по-моему все отлично на этом урок заканчиваем всем советую делать самостоятельно дома заниматься и смотреть видео уроки на этом десятый урок о черепашке на языке луа заканчиваем ставим лайки подписываемся